Всем привет! Скорее всего вы слышали и знаете о том, что северные страны Европы живут очень хорошо. Например, Норвегия регулярно появляется в топах разнообразных мировых рейтингов. В 2020 году она заняла 4 место по ВВП на душу населения, а также 3 место по уровню благосостояния пенсионеров, и 5 место по уровню счастья населения, по данным Организации ООН, а также 3 место по стоимости жизни, а также в этой стране очень дорогие продукты питания и очень хорошая экология. Звучит очень заманчиво, учитывая еще тот факт, что в 2019 году ВВП Норвегии на душу населения был на 50% выше, чем в среднем по всему Евросоюзу. Успехи Норвегии обычно объясняют природными богатствами страны, но интересно то, что в топ-10 стран мира по запасу, экспорту или добыче нефти она не входит. Нефтегазовый сектор – это одно из основ экономики Норвегии, но говорить про то, что норвежцы богаты и счастливы исключительно благодаря углеводородам, просто нельзя. Так чем же живет экономика Норвегии, кроме нефти? С 1989 года и до сих пор у Норвегии всегда положительный торговый баланс. Это значит, что страна больше денег получает от продаж за границу, чем тратит на закупку за рубежом. В эти 32 года нефтяные цены не распадали на дно, вплоть до отрицательных значений в 2020 году, но торговый баланс Норвегии в этом случае не страдал. Добыча полезных ископаемых дает норвежскому ВВП в 4 раза меньше, чем, например, сельское хозяйство или же коммунальные услуги. В Норвегии есть еще три сектора, которые влияют непосредственно на богатство этой страны. Первый сектор – это энергетический. Но здесь как-то не вяжется третье место в мире по чистоте окружающей среды и добыче нефти. Но дело в том, что практически все добытое уходит на продажу, то есть на экспорт. И Норвегия добывает нефть исключительно на шельфе Северного моря, что сводит к минимуму сопутствующие загрязнения. Основа энергетического сектора Норвегии – это возобновляемые источники. Это вовсе не нефть, а гидроэнергия. Потому что она дешевле, она покрывает 70% энергопотребности всей страны и может экспортироваться не хуже, чем углеводороды при наличии соответственной инфраструктуры. При том еще, что это дешевая энергия – основа для развития любой промышленности, и норвежцы на 100% используют то, что дала им исключительно природа. Второй сектор – это жизнь на побережье. И дело опять же не только в шельфе, богатом нефтью. Живешь на побережье – строй корабли. По судостроению Норвегия занимает седьмое место в мире. Судостроением занимаются и материковые производства. Это оборудование, технологии и тому подобное, что вносит свой вклад в общий успех. Побережье – это не только судостроение, но и рыболовство. В этой отрасли происходит настоящий бум. И третье – это госсектор. Если рассматривать вклад отдельных отраслей ВВП Норвегии, то можно обнаружить, что вклад государственного сектора примерно равен вкладу от строительства или обрабатывающего производства. В прошлом веке состав госпредприятий Норвегии был богат и разнообразен – от пищепрома и фармацевтики до металлургии и банков. Многое было приватизировано, но самое вкусное норвежские власти из рук не выпускают. В итоге госсектор стал не причиной упадка, а совершенно наоборот – фактором роста всей экономики Норвегии. Субтитры создавал DimaTorzok